К нам присоединяется Мария Максакова, оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте, я также приветствую нашу аудиторию. Ну, давайте обсудим самые интересные и главные новости, которые скопились за неделю, и свежие тоже. Вот, например, депутат Законодательной Думы Томска Екатерина Сапканюк назвала безработных россиян червями на нашем теле, так и сказала. И предложила создать, точнее, воссоздать трудовые лагеря, как было в Советском Союзе. Собственно, она в свою инициативу так и вот поддержала, что это все уже было, и сказала, что есть масса людей, которых туда нужно отправить, и они не хотят работать. Как думаете, могут ли действительно возродить такие лагеря, к чему это приведет? Вообще, вы знаете, удивительно, с какой скоростью они деградировали назад, к тому, от чего так, знаете, пафосно, так активно отказывались, осуждали, говорили о том, как это все было ужасно в советские времена. Она, между прочим, статья за тунеядство, поэтому я считаю, что Екатерина Червивая, так, наверное, правильно будет о ней сказать, раз она жалуется на червей, которые буквально ползут по ее телу. Не знаю, о чем она говорит, когда говорит «мы», может быть, она имеет еще в виду несколько депутатов из какой-нибудь группы приближенных. Но, в общем, эта Червивая Екатерина, конечно, припомнила те периоды, которые они так еще, в общем-то, в недавнем прошлом стремились заклеймить и отказаться от этих позорных практик. То есть привлекать к труду любым способом, потому что в советскую систему этих экономических расчетов и госплана, в общем-то, изначально было заложено наличие вот такого рабского труда. Никаким другим способом. Их гигантоманию, бессмысленные стройки, ненужные совершенно, ну, скажем так, человеку в человеческой жизни вот эти впечатляющие только туриста или какого-нибудь читающего об этом, обо всем. Но на самом деле стоящее это все, то есть все эти бамы какие-то безумные и все прочее, это же стоило не просто там тысячи жизней, десятки, сотни тысяч жизней, кто их считал. Это не просто вводило весь этот трудовой ресурс заключенных, бесправных, фактически рабов с точки зрения советской системы в расчеты конечного достижения. Без вот этого рабского труда этого нельзя было бы и достигнуть. Ну и поэтому по этой, видимо, репрессивной технике, практике привлечения к труду всех абсолютно без всяких прав и так далее, как-то скулит и тоскует Екатерина Червивая, очевидно понимая, что в результате их еще и к тому же абсолютно бездарной миграционной политики, то есть они сначала привлекли на всю работу, которую не хочет выполнять так называемая их титульная нация, таджиков, из которых, в общем, они высасывают лучшие годы и всю силу. То есть все, что можно, и дворники, и все остальные какие-то гастарбайтеры, стройки, бесправные вот эти вагончики уплотненные так, что там живут, как, я не знаю, набитые сельди в бочке, падают там с каких-то верхотур, никто их не считает и так далее. Вот на эти, на все позиции в результате, ну, очередной проявленной их бездарности, то есть они все куда бы ни лезли, чтобы они не пытались решить, будь то проблема с сиротством, они порождают вторую волну, еще худшую, нежели та, с которой они начинают бороться, и в конце концов и показатели куда хуже выглядят, чем в годы после Второй мировой войны. И вот каждый раз, когда они берутся за что-нибудь, то это заканчивается тем, что они проблему не только не решают, но в разы усугубляют ее, превращая фактически действительно в нерешаемую. Ну и вот в результате их бездарной миграционной политики, потому что после того, как они АТУ сказали и пустились, значит, с пеной у рта в своих ксенофобских вот этих отвратительных всяких фашистствующих высказываниях, клеймить и создавать невыносимые условия для таджиков, которые, ну действительно, понимаете, между молотом и наковальней, то есть одной из них собственная сторона, под кирзовым сапогом российской армии, там дислоцирована эта 201-я военная база и все прочее, прямо в Таджикистане, якобы для того, чтобы помогать в патрулировании границы между Афганистаном и Таджикистаном, но, как говорил мой муж Денис Вороненков, для того, чтобы, судя по всему, наркотрафик беспрепятственно продолжал двигаться, так же, как было налажено за все эти годы. Поэтому там находится неописуемое количество разных внедренцев и официальных просто военных, которые, ну как, содержат эту страну, этот Таджикистан в качестве какого-то, понимаете, какой-то сатрапии, которая поставляет постоянные потоки лавинообразные для живой силы для очень непопулярного труда в метрополию, в эту зажравшуюся Москву. Но теперь в результате того, что они, значит, после террористической атаки на Крокус-Сити обвинили вот каких-то конкретных несколько, значит, таджиков во всем, причем отловив их, ну каким-то загадочным образом, они приехали туда, куда приехали, со скоростью, где, ну, наверное, знаете ли, гонщики бы, может, позавидовали. Но я сейчас не буду вот вдаваться в эти подробности, у нас слишком далеко идет дискуссия, но просто я вам скажу, что эта ксенофобия привела к тому, что таджики маслом массово хлынули оттуда, понимают, что им может тоже угрожать какое-то ложное обвинение или даже не ложное, там в чем-то другом, какие-то, значит, эти самые, как это, проверки, ухудшение, значит, их каких-то там документов, то есть прочие всякие неурядицы, которые связаны и без того достаточно измерительно тяжелым трудом и без правил. Ну и вот теперь, значит, соответственно, Екатерина Червивая решила, что есть способы, как исправить предыдущие вот эти вот нагромождения и ошибки. Ну вот и подумала, что чем плох был закон советский о тунеядстве, давайте-ка присмотримся повнимательнее к гражданам, которые еще не желают идти на стройки, без прав и особых там выплат, не желают мести дворы и еще там чистить какие-то туалеты и все прочее. Ну вот, наверное, Екатерина Червивая сейчас присмотрится к этим гражданам. Ну, как знать, с какой скоростью они вернутся к советским-то показателям. Вот, кстати, шутят люди в интернете, что сейчас у российских чиновников некий такой необъявленный конкурс на самое нелепое предложение. И вот приводят пример еще одного предложения о том, что проверять необходимо сексуальную ориентацию перед назначением на высокие посты. Это депутат Госдумы предложил, Александр Хинштейн сказал, что защита традиционных семейных ценностей – это главный постулат, один из главных постулатов госполитики. И для представителей ЛГБТ должны быть под запретом любые структуры власти и возможность там работать. Ну, вы знаете, это вообще уморительная история. Если бы у нас было бы чуть больше времени, то я думаю, что надо было бы думать о, ну, целой, я не знаю, репризе, что ли, эстрадной по этому поводу. Вопрос в том, что как только он получил вот эту указивку, как бы ему спустили вот это вот в качестве того, что он должен озвучить, тут же в сети, ну, как-то в сети стала усиленно гулять запись, которая, в принципе, была известна и ранее. Значит, где этот счастливый обладатель справки из психиатрического диспансера проводил в бане, ну, судя по всему, прием двух очень юных избирателей, молодых. Вот. И в результате, значит, этого приема молодые избиратели могли доподлинно убедиться, что депутат Хинштейн — это парень хоть куда. Да. Поэтому вот после того, как он стал озвучивать вот эту, как бы, риторику, несовместимую с его собственными взглядами и личной жизнью, ну, конечно, эти кадры по сети разгулялись с удвоенной скоростью и стали распространяться к вязчему удовлетворению всех, кто ищет, ну, подтверждение абсурдности всего, что делает Мордор. В случае с Хинштейном, конечно, это, я еще раз вам хочу сказать, наверное, какой-то бы сатирик мог бы достаточно ловко описать, и кто-то бы с эстрады под аплодисменты, наверное, бы не один год мог бы гастролировать. Вот прям буквально комментируя видеофайлы, которые бы параллельно демонстрировались вот за спиной исполнителя. Ну, получается, на вору и шапка горит. Еще одну проверку предлагают ввести в Россию намерены власти российские обязать организаторов всех массовых мероприятий проходить предварительную проверку на уровне Министерства внутренних дел. Для чего такая проверка нужна? Что хотят найти в биографии этих людей? Я думаю, что у них есть процентная ставка отката. Дело в том, что все вот эти организаторы, как вы выразились, массовых мероприятий, то есть, по сути, щупальцы пропаганды, они не только должны постоянно отыскивать способы, как заниматься этой черной пропагандой, конкурируя между собой и заощряясь. Но, кроме всего прочего, как только они получают вожделенный какой-нибудь подряд или контрактик, они знают, сколько они должны при этом откатить благодетелю, который доверил им вот этот вот чернородный процесс. И, судя по всему, бывают, наверное, какие-то нерадивые, которые забывают отблагодарить согласно договоренностям и забывают конкретную цифру этого процента. Может быть, удавалось заподозрить или не даже только заподозрить, а может быть, даже установить какие-то недостачи в этой коррупционной составляющей. И, судя по всему, нужно убрать таких вот нерадивых игроков с этого рынка. Ну и думаю, что в связи с этим вот эти проверки, они пройти не смогут, ну вот по каким-то таким, может быть, в этом случае надуманным поводам, но они-то будут прекрасно знать, по какой именно причине они проверку не прошли. Еще один вопрос, который, я не знаю, о проверках это или о пропаганде, снова-таки, театр Табакова отменил спектакль, в котором актер Александр Фисенко носит женский костюм. В феврале этого года глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин раскритиковал этот спектакль, в телеграм-канале у себя написал, что как это так носить женский костюм на сцене в то время, когда идет так называемое СВО. Вот что примечательно, руководит этим театром соратник близкий, ведущий всех этих пропагандических, пропагандных концертов Машков, да, почему же решили отменить спектакль? Тоже пропаганду увидели? Я думаю, что нам стоит обратиться к страницам жизни Машкова, которые, возможно, повлияли так радикально на его общее психиатрическое состояние. Дело в том, что он в Санкт-Петербурге, в доме, на котором даже, кажется, красуется вывеска какого-то магазина или ресторана «Идиот», соседствовал до недавнего времени с фактическим расчленителем собственной студентки. Там вот такой доцент Соколов проживал. Уж не знаю, в одном ли подъезде, или, может быть, даже на одном этаже с этим Машковым, или приходилось для того, чтобы попить чайку, все-таки преодолевать дистанцию в несколько метров. Вот дело все в том, что он достаточно ярко прославился. Тогда еще каннибализм был или расчленение не до такой степени, скажем, рутиной российской жизни. То есть теперь уже, как мы понимаем, появились новые персонажи, широко обсуждаемые в сети по поводу каннибализма и расчленения. Их бы, наверное, можно было бы вот именно что присоединить к этой агитбригаде, которую мог бы возглавить, если бы, конечно, не отбывал за расчленение своей студентки доцент Соколов. Там все было вообще удивительно. Значит, он ведь такой, как бы это сказать, реконструктор. Значит, этот доцент Соколов, историк, ну или так называемый, он реконструировал какие-то там события на свой, конечно, экзотированный манер, то есть на свой такой сумасшедший, я бы даже сказала, взгляд на эту самую историю. Вот он, разодевшись, нарядившись во сети мундиры, реконструировал, значит, какие-то события, как ему казалось там в наполеоновских времен. И представьте себе, в каком-то угаре ревности, значит, он в итоге свою аспирантку зарезал, значит, после этого он не знал, что лучше с ней сделать, значит, он ее дальше у себя в квартире расчленил, сложил в рюкзачок, и в этом рюкзачке она, значит, находилась, пока тот чаевничал с такими, как Машков и другими своими соседями. Большой вопрос, присутствовал ли на этом чаепитии его сосед или нет. Значит, а потом, на следующее утро, когда он решил, что все-таки пора избавляться от соседей, ой, от своей этой самой студентки, он, значит, вот с этим рюкзачком пошел топить это дело все в речке Мойки, но волна, пучина, так сказать, реки увлекла вслед за рюкзачком и самого доцента. В итоге он поплыл, значит, с этим всем по речке, и неравнодушные прохожие вызвали полицию. Вот, дальше, соответственно, доцент был выловлен вместе с рюкзачком. Вот, были установлены все обстоятельства, значит, произошедшего, и после этого он, естественно, попал в места не столь отдаленные, а уж для россиянина тем больше, совсем прям не отдаленные. И вот одно только удивляет, что он до сих пор не занимается своими реконструкциями где-нибудь еще вот на каких-нибудь там вот их этих... Странно просто даже, что он под такому поводу не попытался выйти, значит, из тюрьмы и не присоединиться к другим расчленителям и каннибалам. Вот, поэтому я думаю, что Машкову уже в пору не только отменять, значит, в угоду пропаганде, игнорируя здравый смысл, потому что, как известно, вообще, ну, понимаете, комедия положений, значит, театры разные, где вообще, там, например, кабуки или времен Шекспира, где вообще женские роли играли мужчины столетиями. Или вот еще раз подчеркну, комедия переуплощения, то есть где положение, где, соответственно, заложена сама по себе драматургия таким образом, что без этого не сыграть пьесу. Но это он игнорирует, делая ведь, что для него куда важнее скрепы и пропаганда. Но вот думаю, что соседство все-таки в этом доме под вывеской «Идиот» с упомянутым доцентом дали свои вот, как это сказать, ядовитые всходы в его психиатрическом состоянии. Ну, очень захватывающая история, конечно, Мария, спасибо большое, что поведали. Так глубоко вы копнулись в психическое состояние Машкова. Тут, к слову, заметить, что вот подобный каннибал, один из таких, которому наиболее количество лет присудили, сейчас отправляется воевать на фронт в Украину. Где-то видел я в российских пабликах замечания об этом. Вот тоже интересно, чем эта история закончится, как он будет там соседствовать среди таких же, как он. Понимаете, как он будет соседствовать, я думаю, должно сейчас больше всего беспокоить тех, кому он едет соседствовать. Вот эти вот другие оккупанты, орки. Ну, судя по всему, им не хочется, наверное, там заниматься изнурительным протезированием и прочим уходом за... Ну, знаете, в сталинские времена их называли самоварами. Ну, наверное, просто отправляют действительно патентованных людоедов, каннибалов, чтобы они просто как бы довели их до состояния объедков. Ну, так я только могу понять. Чтобы не было дополнительной нагрузки на и без того плетущуюся, так сказать, в нищенстве российскую... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...